Работников Балавтодора можно критиковать, можно ругать за медленную реакцию на снегопады, а можно уважать, когда среди ночи они выводят спецтранспорт на дороге и начинают колонной чистить проезжую часть от снега. Для того, чтобы понять, насколько сложно приходится коммунальным службам этой зимой, когда снегопады и метели происходят каждые 2-3 дня, наша съемочная группа почти сутки наблюдала за работой Балавтодора. Итак, раннее утро, планерка. Работникам дают задания, исходя из сообщений балаковцев, руководителей муниципальных, образовательных, медицинских учреждений, главы района. В первую очередь, внимание на центральные дороги, а также на подъездные пути к детским садам, школам, поликлиникам и больницам. Проехалось с института, в принципе, тогда нормально отработали, но колени все равно нет. Кстати, как бы не ругались балаковцы-нодорожников, что они не чистят проезжую часть и пешеходные дорожки в снегопад, на самом деле они и не должны этого делать. Согласно ГОСТу, в городах и населенных пунктах уборку тротуаров и пешеходных дорожек следует осуществлять с учетом интенсивности движения пешеходов после окончания снегопада или метели установленные сроки. Что касается дорог, нормативный срок окончания снегоочистки с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ. Для дорог категории А это время должно составлять 4 часа. В зависимости от погодных условий на очистку дорог выходит различная техника. Все в зависимости от снега и рыхлого, или он слежавшийся уже. Если рыхлый, то можно на полный ротор, если слежавшийся, то много не возьмешь. Что-то основное преимущество именно вот этого нарезка? Ну, я не знаю. Ну, конечно, им-то можно повыше перекидать. Не как ножом-то лопатой, там далеко-то не сгребешь. Гребешь-гребешь, она потихоньку уплотняется, уплотняется, а дороги расширять надо. И если бы балаковцы шли навстречу дорожникам, то уборка улиц происходила бы намного быстрее. И несмотря на то, что все понимают важность таких работ, на уступки идут не все автомобилисты. Не уступаю дорогу. Из-за этого пробки сами буксуют. Трактор сдаёт назад. Огрехи. Лишний раз приходится собирать, убирать всё. В ночное время работать легче, но брошенная техника постоянно мешает. Тоже стоя вдоль дорог, вдоль бордюров, невозможно убрать. Поскольку работа по уборке улиц очень сложная, то многие не выдерживают нагрузки и увольняются после нескольких смен. Ну а те, кто остаётся, трудятся на предприятии по многу лет. И такие работники уже не боятся никаких трудностей. Когда сильные снегопады? А так ни с чем. В каком режиме ты работаешь? Ну, по восемь часов. С шести утра. А женщины не выходят? Мы нет, женщины нет. А почему? Выходят. В Балакове по приблизительным подсчётам около двухсот километров дорог. И для того, чтобы после сильных снегопадов привести в порядок проезжую часть, необходимо большое количество спецтехники. Техники, приспособленные для очистки города в зимний период, 49 единиц. В данный момент на дорогах нашего города находятся 36 единиц. Из них два грейзера, семь КАМАЗов, 13 МТЗ, которые занимаются очисткой соцсферы тротуаров. МКСМ, 6 штук. Это очистка остановок, также тротуары, труднодоступные места, мост Победы и прочее. Фронтальных погрузчиков, 3. Они находятся на очистке мест, куда мы складируем снег, а также под загрузку снега для вывоза на КАМАЗы. И снегоуборщик один. Он производит очистку шлюзового моста. На этой технике трудятся 54 человека, которые выходят на очистку улицы в любое время суток, а на ликвидацию последствий снегопада по звонку. Бывает даже после окончания своей смены. Кроме очистки основных магистралей, работники Балавтодора убирают снег и на внутриквартальной территории. Многие садики, школы и социальные объекты нашего города находятся, условно скажем, в внутриквартальных территориях. Соответственно, Балавтодор делает проезды к школам, к садикам и также на территории школы и садиков производит определенные работы и на других значимых социальных объектах. Нагрузка в этом сезоне и на людей, и на технику колоссальная. По итогам прошлой зимы техники хватало, да, ее было мало, но мы справлялись. Зима в этом году аномальная, объем снега, который выпал, все мы видим. Конечно, этой техники мало. Балавтодором привлекаются подрядчики на вывоз снега, но хотелось бы иметь свою технику. Поэтому на помощь Балавтодору после очередного снегопада пришла техника автотрассы. Уже практически ночью, чтобы колонии не мешали проезжающей машины, мощная техника двинулась по центральным улицам для того, чтобы расширить проезжую часть и убрать колеи. А в это время работники муниципального предприятия вычищали улицу Комсомольскую. Для этого здесь разместили временные дорожные знаки и заранее через СМИ оповестили о предстоящей работе. Но не все владельцы брошенного на дороге транспорта об этом узнали. Поэтому сотрудникам ГИБДД пришлось по номерам пробивать хозяев подснежников, звонить им и ходить по адресам. Алло, здравствуйте. Машина ваша, Тойота 900. Да, надо быстренько подойти и убрать ее отсюда. Тут, видели, знаки стоят, где будет работать снегоуборочная машина. Давайте не задвинуться, а убрать надо в другое место куда-нибудь, пока тут работают. И несмотря на все недовольства горожан, все-таки надо отдать должное работникам муниципального предприятия. Они в течение этой зимы не допустили транспортного коллапса в Балакове, как это происходило в соседних городах. Дороги приводились в порядок по возможности в короткие сроки. И автомобилисты могли ездить, а не стоять в пробках.